Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это третья часть урока Patea Conceptor. Предыдущую часть можете посмотреть, нажав на подсказки вверху. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. Итак, следующий инструмент кости находится здесь. Нажимаем на эту иконку, чтобы перейти в редактор костей. Подсказки по работе с этим редактором написаны внизу. Левой кнопкой мыши, Вы можете создать ноды и тем самым начать построение кости. Правой кнопкой мыши, можно выбрать и переместить ноду. И с помощью зажатого TAB и правой кнопкой мыши, Вы можете изменить radius ноды, тем самым получить такую раздутую форму. Если во время перемещения нод, Вам не нравится такой сглаженный изгиб, то Вы можете выключить опцию Smooth. Таким образом, у Вас будет более резкий переход от ноды к ноде. Остальные настройки достаточно простые. Segments позволяет настроить количество сегментов, тем самым улучшая качество самой формы. Bridge Curve настраивает толщину области между нодами. Flatten делает эту форму плоской и если его выключить, то у Вас будет сферическое соединение между нодами. И Rotation Angle позволяет поворачивать форму, когда она плоская. Если включить опцию Membran, то Вы сможете создать какие-нибудь крылья. Например, летучих мышей или других существ. Для этого просто строим основание. А затем, выбрав любую ноду, продолжаем построение из нее, формируя такую форму. И Вы сразу же увидите, как формируются мембраны. Кстати, во время работы с костями, Вы можете включить другой режим и работать уже в пространстве. Передвигая ноды, Вы будете видеть специальную сетку, которая помогает ориентироваться в пространстве. И более точно перемещать их. Включив симметрию, можно получать еще более интересные формы. Я рекомендую уделить достаточно времени для практики и поэкспериментировать с этим инструментом. Кстати, если Вы будете увеличивать радиус ноды, то Вы сможете смешивать их между собой и получать другие формы. Как только Вы будете довольны результатом, нажимаем на кнопку Drop to Scene. Таким образом, объект уже будет перемещен на слой и Вы сможете продолжить работу с ним. Но помните, что когда Вы нажимаете эту кнопку, редактор костей уже будет неактивен для этого объекта. Это все, что я хотел рассказать о редакторе костей и я думаю, Вы убедились в том, насколько это мощный инструмент. Хочу заметить, что Арсений еще работает над секретными фичами, которые Вас еще больше впечатлят. А теперь, давайте приступим к созданию специальной органической кисти, которую мы будем использовать с включенной опцией Deform Along. Я надеюсь, Вы помните эту опцию из предыдущих уроков. Давайте создадим какой-нибудь необычный фантастический гриб. Начнем, конечно же, с шляпки, которую можно создать, используя инструмент Laza и специальный профиль. И так, шляпка готова. Теперь приступаем к созданию ножки на отдельном слое. Для его создания, используем данную иконку. Переходим в режим костей и приступаем к конструированию ножки. При желании, включаем симметрию. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, этого будет достаточно для демонстрации инструментария. Сохраняем файл через File.sfs и немного детализируем модель с помощью 3D-Code. В нем выбираем Voxel & Sculpting и загружаем экспортированную модель. Включаем эти опции и нажимаем Apply. Таким образом, Вы импортируете модель в программу и сможете работать с ее отдельными слоями. Назначаем любой shader для слоя и приступаем к редактированию модели. Для начала, я хочу поработать с шляпкой. Делаю Remax с значением равным 100000 полигонов и приступаю к детализации разными инструментами. Но сразу хочу сказать, пожалуйста, учитывайте тот момент, что не нужно сильно детализировать модель. Делаем базовый набросок, так как TEA все равно сожмет мелкие детали. Я обычно всегда начинаю с базы, потом создаю из нее кисть в TEA, формирую модель, а уже потом детализирую в ZBrush или 3D-Code. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, с концепцией шляпки я закончил. Приступаю к концепции ножки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И так, шляпка и ножка готовы. Теперь экспортируем модель в ZBrush для Decimation. Reduction Person ставим на 0, чтобы убрать оптимизацию сетки. Да, Вы можете сделать Decimation прямо здесь. Но лично мне нравится больше, как работает данный plugin в новом ZBrush. Это все, что я хотел рассказать в этой части. В следующей части поговорим об оптимизации сетки под Tea Conceptor. Создание органической кисти из этой модели и поговорим о построении каркаса для Hard Surface внутри Tea Conceptor. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok